Варианты зацепов с использованием короткого клинка. Здесь хват либо молоточный вверху, либо молоточный снизу. То же самое. Ключевым моментом будет являться, что мы не размахиваемся. А, к примеру, если запущенный круг, мы поднимаем до нужного уровня и совершаем зацепы. Подняли. Если обратный хват, то же самое. Подняли, зацепили. Зацепили. Если у вас руки были вверху, то здесь еще проще. Выпрямили, зацепили. Выпрямили, зацепили. Опять же, варианты базово формирующего уже с двумя кинями. Как это может выглядеть? Тот же мах, но с подтягиванием к себе. Либо в таком варианте, когда локти расходятся в сторону, плечи поднимают. Либо, когда локоть идет вниз. И мы делаем рыбочек на себя. Итак, вывели, зацепили. Либо с переходом на контракт, либо с перехватом. Продели руку, зацепили. Раз, два. Соответственно, обратный хват, то же самое. Раз, либо раз. Человек перекрыт, либо в какой-то лап позиции стоит. То же самое. Брат. Атака. Раз. Мы зацепили и чуть-чуть пригрузили обратным хватом. Будете стараться пойти по амплитуде больше, не успеете. Движение рядом. Рядом. Что прямым, что обратным хватом. Вот оно. Вот оно. И так же, как в обезьянном варианте, в стиле обезьян. Мы зацепили и собственным весом чуть-чуть пригрузили. То есть не пытайтесь сделать это только за счет рук. Именно тогда будет более качественное внегрирование. Я вхожу. Раз. И. Вошел. Раз. И здесь продолжение движения. То есть уже известный нам хвост рыбы. Что так, что прямым, что обратным хватом. И отсюда уже будете выбирать сами варианты. Контроля рук и шеи более чем достаточно. При желании, конечно, можно пробовать идти вниз, зацепить за ноги. Но это может быть очень опасно для подушек. Пробуйте.